Здравствуйте, меня зовут Илья. Меня зовут Людмила Шолохова, и я в настоящее время работаю куратором еврейских коллекций в Нью-Йоркской публичной библиотеке. Я здесь нахожусь с профессором Дэвидом Фишманом. Дэвид Фишман – профессор еврейской теологической семинарии в Нью-Йорке. Он много лет уже занимается еврейской культурой, историей и культурой идыш. Дэвид, почему мы здесь сегодня находимся? Что особенного в этом месте? Мы находимся на углу 5-й авеню и 86-й улицы. И это здание, это довольно большое, шикарное здание. Бывшее здание его, Йидешевестншафтахеринститут, еврейский научный институт, который был главный центр изучения культуры идыш здесь, в Нью-Йорке, много лет. Здесь находилась главная библиотека на языке йидеш в Нью-Йорке. Любая книга, издана в любом месте в мире, в том числе и в Советском Союзе, на йидеш, можно читать здесь в читальном зале. Был здесь огромный архив. И вообще, можно сказать, что это был какой-то общественный культурный центр. Все, которые говорили на йидеш, читали на йидеш и были близкими к этой культуре. И поскольку мы будем сегодня говорить о великом писателе Хаимграде, который много раз выступал в этом здании, который сидел и читал, и писал в этом здании, я считал, что уместно начать наш разговор здесь, в месте, с которым он был очень тесно связан. Я думаю, что это очень важное место для нас всех, для всех, кто занимается еврейской культурой. Это своего рода храм, к которому мы возвращаемся. Да, и я вырос здесь, можно сказать. В детстве впервые видел Града, впервые видел Суцковер и другие писатели в зале этого здания. Поэтому у меня лично такие очень теплые воспоминания. Ты очень счастливый человек. Спасибо. Потрясающе, что тебе удалось захватить эту эпоху. Да. Имя Хаимграда в настоящий момент у многих на слуху. Многие знают, что Хаимграда великий еврейский писатель. Но парадоксально, очень мало людей знают вообще его литературного творчества, о том, каким он был, каким человеком он был, что формировало его творческий путь. Может быть, ты немножко расскажешь нам об этом, как вступление? Конечно. Ну, начнем с рамками. Он родился в 1910 году в Вилне, Литовский Иерусалим. И он умер в Нью-Йорке в 1982 году. Значит, жил всего 72 года. Начнем с его детства. Он вирус... Его родители, можно сказать, это был смешанный брак. Мама была очень религиозная. Всегда молилась, читала. Цена, Урена, Тхенис и так далее. Папа был более современным человеком. Более современным. Маскил, значит, он читал новую ивритскую литературу и Библию, но с новыми толкованиями. Но папа был болен, лежал дома и потом умер, поэтому главное влияние на нем была его мама. Он вирус, я считаю, это очень важно с многих точек зрения, в ужасной бедноте. Они жили в подвале за кузнецой. Не было чисто, не было места. Мама продавала яблоки на улице, сидя на улице. И вообще это, но с другой стороны, надо сказать, что мама была очень чувствительная, значит, поняла психологию людей, очень мудрая, все соседи подошли к ней за советом и так далее. Это важно, потому что со самой детства Грады видел, что несмотря на эту ужасно бедную внешность, ужасно тяжелые условия жизни, что есть внутренняя красота и мудрость, можно даже пользоваться словом святость. И он всегда, можно сказать, это показал в его произведениях, и это искал в жизни, что внешность это не самое главное, но то, что есть внутри человека. Как ты думаешь, как ранний период его жизни повлиял на его творчество? Во-первых, он это сам рисовал в несколько его романов, особенно в его первый роман, изданный в 1955 году, как книга «Майн маме с шабосом», «Мамины шаботот», шаботот, шабес, «Мамины субботы», «Мамины субботы», «Мамины субботы», и там первый трет этого романа посвящен именно личности его мамы и улицы, где он вырос. И вообще в его романах много персонажей с конфликтами, с внутренними трениями и борьбами, но мама остается как другой личность, как совсем другой деменции, что внутреннее спокойствие, внутренняя мирность, и поэтому это стало у него какой-то идеал. Что случилось с его мамой? Ну, с ее семьей, надо сказать немножко о его личной жизни, вообще. Может быть, продолжу и дойду до этого. второе главное влияние в его ранней жизни это ешива. Начиная с 14 лет он учился в разных ешивах вне города, вне его родной города Вилна, в разных местечек и городах. Жил в этих ешивах много лет, до возраста 22 или 23. жил в этих и, конечно, это второе главное влияние на его творчество, эта окруженность раввинов и ешивов и религиозной жизни, религиозной мышления. Мы еще вернемся к этому. Но, конечно, вторая главная личность в его ранней жизни это Авром Ешая Карелец, который стал известным под названием его книг Хазон Иш, Хазон Иш, который он также рисовал в его романе от ешива. Он женился, он отошел от ешива и отошел очень резко, внезапно и тотально. стал светским писателем, хотя ешива остался как очень важный сюжет его творчества, но был совсем даже до войны, начиная с 1933 года, он находится в литературной среде в группе Юнг Вилне, Которым принадлежал Евром Суцкий, Меркель Кочергинский и другие. Он женился на медсестрой, которая была из Варшавы, из семьи раввинов, известная Клеппиш, семья варшавских раввинов, но она также отошла из религиозной жизни, хотя более мягко, как он, который был человек резкий, но это был удачный брак, фоны были подобными. Когда теперь возвращаюсь к твоему вопросу, когда началась война, Грады с его женой решили бегать. В конце тридцатых годов, как у большинства еврейских писателей в Польше, у него были левые взгляды, значит вырос фашизм в Польше и фашизм в Германии, и сидя в Польше единственный способ спасения считалось Советский Союз. Поэтому писали, можно сказать, левые стихотворения, в том числе, и будучи писателем, он считал, надо бегать. он будет из первых, которые будут арестованы. Он бегал с женой, мама осталась в Вилне. Жена по дорогу ломала ногу. в Вилне недалеко из города и она решилась, они оба решили, что ей надо возвращаться домой, она не может бегать, надо бегать сотни километров, и она не в силе. Поэтому он бегал дальше, и она вернулась в Вилне. И поэтому и мама и жена оказались в гетто, и оба погибли. Он бегал дальше и выжил, выжил. Поэтому это из его, конечно, это чувство вина, и ну всю жизнь он имел с собой это чувство. По поводу, больше по поводу женой, чем по поводу мамы. Да. Ужасно. А как он сам пережил Холокост? Что было с ним в военные годы? Он был беженец и дошел до Средней Азии. Но как нашим слушателям известно, конечно быть беженец тем более польский беженец в Средней Азии. Но это лучше, чем быть в гетто. Но это ужасные условия голода и без крыши и но он видел. И потом вернулся через Москву уже и был в круг советских еврейских писателей очень близко к Берглсоном, к Маркишу и опубликовал стихотворение и в Москве. И потом, кстати, он публиковал огромную элегию о советских еврейских писателях. И он был из первых, который на западе сказал о них добрые слова. Хотя они хвалили Сталину, они были служеники советского, сталинского режима. Он первым произносит идею, что они были мораны, что внутри, где-то в сердце осталось это еврейское чувство, которое они часто не могли выражать. Эта тема вообще еврейская литература в Советском Союзе ему очень заинтересовала. Конечно. и потом вернулся в Вильню, разрушенный совсем. И вообще то, что я вам теперь рассказал, все написано в его первом романе. Первый роман «Мамины субботы» имеет три части. Это три раздела. до войны в основном мама и ее улица и соседи и так далее. Вильню до войны. Второй часть «Жизнь как беженец в Средней Азии». Бегство и «Жизнь как беженец в Средней Азии». И третий часть «Возвращение в разрушенные вилны». Он это, когда он это публиковал, он это назвал роман на идиш. Когда он был переведен на английском, издали и писали мемуары. И это какой-то, это можно сказать литературные, художественные мемуары. Конечно, все написано первое лицо. поэтому его биографию можно установить на основе его первого романа. В каком году он написал, он завершил этот роман? Как я сказал, это был издан в качестве книгой впервые в 55-м году. Но писал он писал раньше, потому что это интересная сторона его творчества. он все его романы писал в продолжениях и опубликовал в газете на идиш. Тогда был дартог. Еженедельно еще глава глава. И, кстати, он не только опубликовал в продолжениях, но он писал в продолжениях. Значит, просто писал главу за газету. и потом, когда роман был завершен, он это редактировал, очень фундаментально много срезил и опубликовал как книга. Как правило, книги не такие длинные, как первоначальный вариант, который был опубликован в газете. Поэтому с одной стороны можно сказать, он начал писать этот роман в 1949 году. Но в качестве книги, значит, это завершенный труд это в 1955. А вот как тема Холокоста повлияла на его творчество? Ты говорила о чувстве вины, о чувстве потери, любовь к матери. Как это выразилось с его операцией? Это, конечно, ну, надо сказать, что Градо был одновременно поэт и романист, прозаик, после войны в Америке. Он начал как поэтом до войны, в Америку был поэт и романист. Поэтому реакции на Холокост в поэзии и в прозе немножко инии. В поэзии у него много, так можно сказать, элегер. Он заплачивает, как сказать, плачет, он на заказ поставил? Нет, ты имеешь в виду, оплакивал, оплакивал. Он оплакивает, не оплакивал маму, жену, город, общину вообще, и пишет много о его личной чувстве войны. Но в прозе, перейду к прозе, реакция была совсем другая, потому что все его... Он хотел поставить, можно сказать, памятник довоенной вилны. Но это больше, чем поставить вилны. Он хотел возрождать довоенной еврейской вилны. Он хотел делать невозможное, и это создать снова, творить снова тот, что был разрушен. И поэтому все его в дальнейшем романе, после первого, романа в довоенной волне. Или в довоенной Литве. И он никогда после этого первого романа, ну, мало исключения, но почти никогда не писал о холокосте в прозе. все его романы завершаются, вот, действия завершаются до войны. И он никогда, знаете, где-то читатель знает, что потом будет война, будет гетто, все герои будут уничтожены. но это не упоминается нигде. Это как будто наратор пишет или рассказывает то, что происходит в август 1939 году. до разных изменений и разрушений. И поэтому в прозе не почти, есть какие-то исключения, но а гетто и а холокоста в прозе очень мало. Но хотя это влияет на все. И это очень интересно думать, как писатель сидел здесь, в Нью-Йорке 35 лет примерно. Никогда не имея возможности ездить в Вильнюсе, в советском Вильнюсе, не хотел, не мог, не смог. Но сидя у себя в кабинете в Нью-Йорке, вспомнился, встретился с земляками и видел, смотрел на старые фотографии, читал Старые Либии. И так у себя в памяти и в сознании восстановил Вильнюю, до военной Вильнюю. Он, фактически, можно сказать, все эти годы в Нью-Йорке жил в уме Вильнюю. Как складывалась его жизнь после войны? Он вернулся в Вильнюс, а потом что случилось? Он, будучи в Москве, женился повторно с советской девушкой, намного моложе него. И они, хотя я считаю, это не было удачным браком, я знаю, потому что я был лично знаком с ним, и я это слышал. Можно даже сказать, что потому что его жизни разделяются на двух частях, до войны и после войны. Реальные жизни, бурные жизни, со страстями, это до войны. Для него после войны это как-то подражение жизни. И все иначе, иное. Еврейская жизнь в Америке это не как еврейская жизнь была для него. И вообще Америка для него осталось чужое место в каком-то мере. Он учился английским, он говорил на английском, но приехал, будучи 38 лет, сильный акцент, и вообще эта ментальность здесь была у него чужим. И поэтому также был первый брак в Вилне, и второй брак в Америке, и, конечно, второй никогда не был как первым до него. Когда он приехал в Америку? Он приехал в 48-м году, благодаря того, что у него были родственники здесь. И, конечно, главная проблема вначале была, как зарабатывать, как выжить. Поэтому даже английский поэт в Америке не может зарабатывать. еще раз английский, и он фактически жил, зарабатывал с двух вещей. Один писал еженедельно в газете в продолжении романа, и, во-вторых, он много путешествовал и читал лекции. Аудитория на Идиш, аудитория слушателей читателей на Идиш в конец 40-х, 50-х годах еще был довольно большой, даже в 60-х годах. и были разные клубы и отделы арбитеринга и других организаций. И поэтому у него были такие маршруты сложные. Целые месяцы он провел в дороге, да, и читали. И но он жил недалеко в Бронксе, он жил в Бронксе, и у него были в основном его близкие друзья были земляками, из вилны и литваки. В американский период жизни Града как складывались его отношения с еврейскими писателями, не только в Америке, а во всем мире? у него были друзья писатели, кстати, также друзья учеными, еврейскими учеными, из еврейской теологической семинарии, талмудист Шаул Либерман был близок к нему. и среди писателей люди, которые сегодня, к сожалению, неизвестны. Более всего, он дружился с людьми из вилны. и я уверен, что они все находятся где-то в его романах, он их использовал в качестве персонажей. Прототип. Особые отношения более сложными были, во-первых, с поэтом Авром Суцкого, его земляк из вилны, и главный редактор лучшего журнала «Наидиш в мире» тогда, «The Golden Gate», он опубликовался, конечно, и там было отношение дружбы, глубокое уважение, ну, одновременно ревность, конкуренция, можно сказать. Но, может быть, как говорится у наших мудрецов «Кенат Софрим Тарбе Хохма», что этот ревность между писателями только был благо еврейской литературы. Каждый старался писать побольше и лучше. Но каждый раз, когда Суцкогор приехал в Америку, и было какое-то мероприятие в честь приезда Суцкогор, например, в здании его, в том числе, Суцкогор хотел только, чтобы выступал о нем и его творческих «Граде», не другой. Даже «Граде» жаловался. Каждый раз приезжает в Суцкогор, и надо писать какой-то новый доклад о Суцкогор. «Граде» с другой стороны, его главная конкуренция и непростые отношения был с Башеви Зингером. Тоже ревность, потому что Башеви Зингер был раньше и больше переведен на английском, известен, более известен американскому аудиторию. и тоже «Граде», как многие считали, что Башеви, можно сказать, продался, и что он пишет слишком коммерчески для общего популярности, и что он искаживает картину еврейской жизни до войны. в Польше. Слишком много секса, слишком много странных вещей, и это было поэтому ему очень болело, когда Башеви получил Нобелевскую премию, и многие считали, потому что все поняли, что будет только один раз, что писатель получит Нобелевскую премию. Второго не будет. И, конечно, многим было жалко, что был избран Хайм Башеви Синьеграда. Вот такие его отношения с писателями. Я знаю, что ты упомянул, что Хайм Град часто ездил в Израиль с лекциями, поэтическими презентациями. Как он относился к Израилю? Он очень любил Израиль. И можно сказать, у него было больше друзей в Израиле, чем в Нью-Йорке. Вот писатели и ученые, в том числе и президент Израил, Залман Шазар, третий президент Израил, который сам писал наидиш. И многие из его творчества переведены на иврите уже в тех времен, в 60-70-х годах. И он сам прочитал и проверял переводы, потому что Града знал, отличный иврит. Он много раз, когда был горкой или тяжело в Нью-Йорке, он жалел, что надо было поселиться в Израиле. Но он мог уехать в Израиле? Да, он мог бы в любой момент ехать в Израиле. Он дал разные поводы и объяснения. Один какое-то время имеет... Наверное, это верно. В Израиле жил его рэбэ, 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 он стал главным, главным, личным, главной личностью ультра-отодоксии в Израиле в начале. И Града сказал, если поеду в Израил, и буду в Израиле, мне придется встретиться с ним снова. и это будет очень тяжело нам обоим, потому что он сказал, если Хазаниши увидит меня, как я есть, как светским человеком, это будет очень больно ему увидеть его учеником, как стало. И не исключено, что если я его увижу, Хазаниши, я могу становиться снова религиозным, и я не хочу остаться религиозным еще раз, поэтому мне нельзя его видеть. И он впервые ехал в Израиле после смерти Хазаниши. Значит, он не хотел иметь эту конференцию с прошлым, и с этой прошлой жизнью. Потом он стал слишком возраст реал, не знаю почему, а реальность он не избрал. Мне кажется, он хотел это одиночество. и он сказал, что благодаря это одиночество я могу соединяться постоянно с Вилней. Я пишу мои романы о прошлом, о моей Вилне. Если бы я жил в Израиле, в настоящее время так драматично, так энергично, я писал, не мог бы сосредоточиться на Вилне, если бы я жил в Израиле. Поэтому так он это оправдывал, что лучше, чтобы я остался в Америке и поставил свой памятник Вилне. Как ты думаешь, когда он был в Америке, он чувствовал себя в одиночестве? А у вас в глубоком смысле да, но конечно с другой стороны был счастливым человеком, во-первых, он же выжил и нашел место, был признан признан но у вас в глубоком смысле да, конечно было но чувствовал ли он себя счастливым человеком, он был счастливым человеком, потому что он выжил. А думаешь, образ жизни в Америке как-то повлиял его в отношении с женой? Что образ жизни в Америке был? да, что он нет, в Америке тот, что он очень любил это было пространство, натура, вот это пейзажи, он путешествовал в Америку, он видел не только города, но Grand Canyon и и он много писал о американской натуре в его стихотворении поэтому с точки зрения природы он любил эту страну и тоже с точки зрения свободы он оценил эту страну но он не чувствовал как реальная часть этой общества и этой страны очень интересно а вот как складывались его отношения с религиозным миром в Америке и не только в Америке после того как он во второй половине его жизни это очень парадоксально потому что с одной стороны большинство его книг занимается с миром раввинов и ешивой и наверное мы дойдем до этого но это его можно быть это его основной вклад что он показал первые первые писатель еврейский на любом языке который рисовал мир ешеботников мир раввинов вот такой с цветами без стереотипов или вот и как люди поэтому можно сказать духовно он продолжал жить в этом мире да который он так хорошо знал но в его личной жизни почти ничего не осталось он никогда не ходил в синагогу даже даже Рашишана Йом-Кипур он гулял в лесу где-то и немножко себе сказал какие-то молитвы которые ему нравились но в синагогу очень вообще в жизни редко пошел не соблюдал я это лично знаю потому что его встретил неоднократно мы встретились он предлагал встретиться в макдоналдс он кушал хамбургер и даже шутился довидовид кушай кушай это кошерно значит в личной жизни он уважал и даже можно сказать любил этот мир но после войны он не смог участвовать в этом религиозном мире но он держал контакт он держал контакт он получил ежегодно мацот для Песах от с короткими письмами и он был в контакте с рабом Иосифом Соловейчиком который читал его произведениях внимательно значит разные контакты с раввинистическим миром остались но в частном плане он тоже считал что еврейская религиозная жизнь Америка это искажение это не тот это подражение это фалшивка что настоящий был до войны но многие считают его роман Ешива самым главным его литературным шедевром так ли это как ты считаешь если другие литературные произведения которые поднимаются до этого же уровня а нет нет это действительно его шедевр но это не легкий и не короткий роман да в двух томах примерно 800 страниц конечно американским писателям которые американцы всегда торопятся нет времени более доступны другие романы более короткими как Ди Агуне даже Мамины Субботы но для серьезного читателя конечно Ешива это его шедевр и это русский роман надо сказать в том что я имею в виду это пейзадж очень большой значит это там сотня персонажей это как еврейский толстой да и кстати надо сказать что я считаю русская литература классика очень влияла на нем и дома говорил по-русски вторая жена была родилась в советском союзе она поняла едешь но не говорила едешь поэтому дома говорилось на русском и он был знаток русской литературы во всемирной новостове и это много навыял что там в Иоанне Толстого и Достоевского нет сомнений и это и тоже и 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 Я всегда расстроен, разорчарован, потому что он и общество не может достичь совершенства. И поэтому внутренний конфликт. Я провалился, потому что я не могу достичь моих идеалов. И он не счастливый человек из-за этого. Самохатлас, который принадлежит движению мусар, он человек, который готов пользоваться любыми способами, чтобы достичь его цел. И он даже в романе его зовут религиозный большевик. Религиозный большевик. Крайность и готовность пользоваться даже брутал, бруталность и любые меры. Человек идеи. Идея есть, идеал есть, но ничего не сдерживается. И делает все, чтобы создать ешива, чтобы бороться против сетскими и так далее. Потому что идеал это все, любые меры или методы кошерными. Кошерными. В этот самохатлас. И он противоположен Махазе Авром, Хазониш, его ребе, который понимает людям и жалеет людям. И страдает, но страдает тихо. И понимает, что стремление к совершенству это только не в ползе дела, в ползе жизни. Это только уничтожает. Что надо идти на компромисс. Например, этот Махазе Авром, который был больной и пожилой человек, и был на даче. И в местечко, рядом с дачей, был шойхет, резник, который взял корову. И есть сомнения. Это кошерно и некошерно. И местный Равин сказал, я не могу решить. Здесь рядом на даче Хазониш, спросим у него. Приходит, приходит к Карелецу, к Махазе Авром. Карелец встал и сказал, я иду к вам в местечко сразу, пешком. Он приходит, смотрит на корову, спрашивает один вопрос и говорит сразу, кошер, кошер. И Равин начинает говорить, вот есть такое сомнение, есть такое сомнение, ты знаешь, там, там написано, написано. Махазе Авром говорит, не будем обсуждать, это кошер. Потому что он понимает, в том числе, один из его, он учитывает, что это бедный резник. И если скажет, что это не кошер, он теряет столько, столько. Это не единственный момент, но этот момент существует у него в голове. Что надо учитывать, как ты влияешь на жизнь людей. Вот это Махазе Авром и эти две персонажи, которые оба влияют на третий персонаж романа, это молодой Хаймке. И он, да, оба привлекательными, но в конечном счете он понимает, что прав Махазе Авром, Хазониш, и не цемахатлас. Вот эта сущность, этот роман. Очень интересно. А скажи, вот в чем привлекательность? Вот в чем вот именно какой-то особый магнетизм романа Авграда, вот эти персонажи с бурями страстей, конфликтами? Почему все-таки в конечном итоге это так интересно и так привлекательно? Ну, здесь много чего, но один момент. С одной стороны, это нам, большинство из нас, это далекий, странный, чужой мир, мир движения мусара, ешива. С другой стороны, эти проблемы, они проблемы каждого человека. Это общечеловеческие проблемы. Как относятся к людям, как относятся к жизни, как относятся к себе, к своим недостаткам или страстям. Это один момент, как совсем чужой окруженность. Как, не знаю, Салман Рушти пишет об исламе и жизни исламской. Для нас, западных людей, в мусульманской стране они очень чужие, но мы видим, что везде люди имеют. Живые люди. Точные проблемы, можно сказать. Конечно, он, этот момент сочувствия, он может рисовать его персонажей и очень тонко понять, от чего они страдают. Потому что каждый человек страдает. И он... Это очень привлекательно. Внешность человека такой-такой, но внутри есть свое собственное страдание. Он может в одно предложение или двух предложениях дать понять сущность человека, и всегда присутствует какое-то чувство юмора. Конечно, проблемы его романов очень глубокие, очень фундаментальные и очень тяжелые, но всегда есть моменты юмора, которые облегчают. Но, конечно, его главное достижение то, что многие пишут о довоенной, или думают о довоенной еврейской жизни в Восточной Европе, очень носталгично, очень романтично. И он, как машина времени в нас ведет в этот мир изнутри. Есть красивое, есть некрасивое. И мы видим, насколько это было сложно в этой жизни. Да, это машина времени. Может быть, привлекательность в том, что мы находимся не только в другой стране, но совсем другой эпохой. Дэвид, ты упомянул, что ты знал Хайма Града лично. Как получилось, что вы познакомились? Что больше всего потрясло тебя? Конечно, я знал фамилию Града, потому что я вырос в единической среде, слышу его выступления, даже будучи мальчиком. Я впервые его встретил, это очень парадоксально, в 1975 году. Он пришел нам домой, но не нас видит, но у нас был гост, его земляк Юдал Марк. Юдал Марк был языковед, филолог, и они были друзья, и поэтому он подошел к нам домой, в Граде, чтобы видеться с Юдал Марком. И хотя я его приветствовал, мне спрашивал несколько вопросов, он не был заинтересован во мне лично. Это тоже связано с тем, что американский мальчик. Американский мальчик не может быть мне интересным. Хотя в тот раз, я учился в Yeshiva University, он спросил, какой трактат Талмуда ты учишься? Я ему сказал, и он начал с памяти сказать всю Гемарру, всю Талмуд, которую он, конечно, учился уже тогда, 50 лет раньше, но еще вспомнил на устье, из уста. Это была короткая встреча. Но потом, спустя несколько лет, это уже в 79-м году, потому что наша дружба была с 79-го до его смерти в 82-м году. В 79-м году его пригласили читать лекции в Гарвардском университете в Бостон. Я был аспирантом в Гарварде в отделе юдаика, и мой профессор пригласил Града выступать в Гарварде. И поэтому мы связались. Он приехал три или четыре раза в Гарварде читать лекции на иидыш. Кстати, публично Града выступал только на иидыш. В любом, ни на английском, и в Израиле не публично, ни на иврите, хотя вот так, неформально говорил на иврите, только на иидыш. Во-первых, это зрелище видеть, как писатель выступает в Гарвард-ярд, в ядро этой старой протестантской американской элиты. На иидыш — это сам был событие. Мы даже шутили, что его жизнь началась рядом с шулхой, это двор, синагогальный двор, и теперь он в Гарвардском, в дворе, в Harvard Yard. Но, конечно, мы стали очень близкими благодаря этих визитам в Бостон, в Гарварде. И потом, поскольку в реальности он жил 10-15 минут от моих родителей, развилась дружба, можно сказать. Я его видел дома и возле его дома. И даже я его попросил, когда я женился, первый раз, первый брак, я его попросил выступать под нашей хупой. Он был неравен, но он выступал под хупой. Это был единственный раз в его жизни, что он выступал на свадьбе. Вообще он сказал мне в Америке, что я очень редко ходил на свадьбах. Это моя третья свадьба в течение этих 35 лет. Поэтому я считаю, что он был... Всю жизнь он присутствует у меня. Я его читаю. Я его уже читал Ешива 3-4 раза. И очень часто думается, что он делал бы, что он думал бы. Значит, хотя это был недолгий период, 3-4 года, это стало очень сильным у меня. Каким он был человеком? Доступным? Легко было с ним разговаривать? Он был настоящим. Он остался ешеботник. Литовский ешеботник. Он говорил с таким очень резким голосом. Любой человек, рядовой человек думал бы, что он ссорится, что он сердится. Но это просто был образ, как говорили в Ешиве. Но если человек не понял, что под этой резкостью есть много сочувствия и сострадания, человек мог бы не понимать, особенно американец. Но люди его поколения это прекрасно сообразили. Да, он был ешеботник даже внешности. Потому что у него пиджак, или это был грязно, или негладко, или это был как на свадьбе. Американский достаток, как говорят, комфортабельность, не был удобен ему. Он вырос в бедноте, он жил в ешиве, он был беженец. И поэтому этот американский образ, его жизнь был образ жизни бедного ешеботника. Но я хочу рассказать несколько вещей о нем. У него была огромная библичная библиотека дома. Единственный случай, когда я видел человека в квартире, не только книги в стенах, но и полки книг в середине комнаты, как в библиотеке, понимаешь? И вообще библиотека была очень интересна, потому что большинство не наедешь. Гидиш, конечно, много религиозной литературы, и вообще ивритская литература, новая ивритская литература, и всемирная. В основном русская литература, но все в оригинале. Значит, французская литра «Балзак» на французском. Гидиш здесь имел, ну, это было меньшинство в любом случае, и много албомов искусства. Но самое интересное, и в том числе шпиноза, он был очень заинтересован шпинозом, у него разные издания на разных языках произведения шпиноза. Значит, человек с очень широкой культурой. Нельзя думать, что поскольку он был писатель на гиде, что он был, скажем, провинциальным человеком. Он очень широкой культурой, которую он преобразил сам, потому что у него лишь в образовании не было. Но интересно его отношение к книгам, его библиотекой. Ежедневно у него полчаса, полчаса в день, где он переставил, он взял один потолок, книг, и их переставил на другую часть библиотека. И он это делал, он сказал, чтобы у него был живой контакт с книгами. Потому что, когда он переставил этот кусочек библиотеки, он, конечно, лестил, смотрел снова, читал что-то новое. И таким образом, в течение года, он пересмотрел всю его библиотеку. Я его понимаю. Это был ритуал. Это определенное время, года, переставить книги и пересмотреть книги. Очень интересно. Дэвид, можно попросить тебя прочитать несколько стихотворений Харамаграда? С удовольствием. С удовольствием. Я хочу до этого просто рассказать, что он мне сказал, я в основном поэт. Мир меня знает, благодаря переводам, как прозаик. Но я в основном поэт. И если не читаешь мою поэзию, ты теряешь... 90% того, что я есть. Потому что прозаический град – это только 10%. И жалко, действительно, что очень мало его стихотворений было переведено на английском, мне кажется, на русском ничего. Но, может быть, прибудет время для этого тоже. Я выбрал две стихотворения. Первое – это об Иерусалиме, поскольку мы говорили о его отношении к Израилю. У него целый тон поэзии на моем пути к тебе, Но тебе, кому? Это не женщина. Это Израил. Мой путь к тебе, Израил. Все поэмы здесь посвящены Израилю. И с еврейским переводом. Я буду прочесть только начало поэма о Иерусалиме. Иерусалиме. Иерушалиме. Deine Tochter von der Litte ist ein Ruf in Feier, wie ihre älteste Schwester, Worms, Mainz und Speyer, wie ihre Zwillingsschwester, Alt-Lublin und Crocke, weil sie heute nicht erscheint wie dich, die Sohn von Stocke. Gott, jeden haben sehr Winkelstein getestet und sehr besten ist Gebäude gewann auf Chesed. Bläust du, Jerusalem, wärst gehiebt in Igo, von deiner Bergwach lebiges mit Fliegel. Bläust du, kannst weiter schmeicheln, sunnig durch die Wies, noch gar das Blut von deiner ausgetriften Skies. Bläust du, deine Tochter, ist Gott der Wächter, die Mäme, was lebt über alle ihre Techter. Bläust du, deine Tochter, die Mäme nicht mehr leben, in Jerusalem. Bläust du, die Mäme, die alle ihre Zwillingsschwester, verabschiedet. Und das ist alles, was sie mit Jerusalem und wie es mir erzählt hat, wie es mir erzählt, mein persönlicher Jerusalem ist. Und ihr Mäme, alles erinnert, wenn sie auf Jerusalem schauen, wenn sie auf Jerusalem schauen schauen. но это стихотворение и это о себе я его когда он предвидел его смерть его похорон и просто объясню что он говорит в этой поэме что к сожалению у меня не будет похора ушел гайф вилана как был принято не будет но все-таки я там пишет не верю что в небесах будет это будет был большой событие мой смерть потому что последняя поминалная свечка для вилна будет завершён это тоже такое очень печальная но силами поэма мы ведь нет фармайн орн эфенен дым шухой в тояр мы ведь нет маски маски сайн мих афти трэблах функ лоис ёшен но риндэм ойлом ханэшомес витсайн грош тертройер осоох ди летзде вилнар юрцайт лихт исшоин фаргошн овер витих он мир михае мэйсэм сайн фарбрэннте он он фэнсэм афснэй дэйн висэн тэйбэн шлак мит тэйбэн уэс лосэн трэфэн сих ин дэйнэ гэсслах бакэнте он фэнстэр сон лоихтэн мит нит эйсгэсэцте шои я дэйду до конца я пэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Продолжение следует... Стихотворение любви, но не к женщине, а к городу. Его любовь видно было безгранично. Да, безгранично. Он говорит, я путешествовал везде в мире, я все видел, но твои узкие улочки, они мне близки, ближе всех тех мест, которые я видел. Это достаточно просто love poetry. Да, и конечно, и это стихотворение находится на его... Мацеева его... Как говорится по-русски? На его могилу, где он похоронен здесь, в Нью-Джерси, поставили это стихотворение, которое уместно. Ну да, это самое главное. Давид, огромное спасибо, это была потрясающая беседа. Спасибо, мне было большое удовольствие, всегда удовольствие вспомнить о Хайграде. Очень особенное. Очень особенный разговор. Спасибо огромное. Спасибо.